добрый день дорогие друзья ассалам алейкум всем вы на канале вкусная еда с хадиджей сегодня вашему вниманию я хочу предложить классический медовик это самый любимый рецепт моей семьи это рецепт моей мамы и я с вами щедро хочу им поделиться я вам всем желаю удачи на кухне давайте начнем приготовления в миску выливаем 4 яйца комнатной температуры добавляем сюда для баланса вкуса 1 4 чайной ложечки соли а также 3 грамма ванильного сахара можно заменить на ванилин добавляем 2 стакана сахарного песка или 400 грамм 4 такие хорошие увесистые ложечки столовые меда у меня гречишный мед конечно если у вас меда нету вы можете заменить на сироп от варенья честно говоря мы много раз пекли именно так тоже очень вкусно получается а также добавляем сюда 4 чайные ложечки соды и все хорошенько перемешиваем мед и сода дадут очень хорошую реакцию и у нас тесто станет очень пышным а сейчас мы устанавливаем водяную баню 8 литровую кастрюлю в кипящую воду вот я помещаю 4 литровую кастрюлю отправляю сюда 200 грамм сливочного масла немножко его растоплю и сюда отправляют массу которую я готовила медовую до этого и начинаем уваривать сейчас уже посмотрите у нашего теста характерный цвет и запах очень вкусный медовый запах я сейчас сюда добавляю 1 стакан муки и мы сейчас тоже будем вымешивать до однородного состояния тоже пока варим на водяной бане а сейчас вот у нас посмотрите тесто готово оно вязкое оно такое тянущее с характерным приятным запахом мы его сняли с огня и сейчас будем замешивать тесто и в миску я отправляю около 4-5 стаканов муки сразу всю муку не добавляйте постепенно чтобы не забить нам тесто мукой стакан из расчета 200 миллилитров и сейчас вот эту тянучую массу отправляем сюда и начинаем потихонечку замешивать тесто вот так посмотрите я вымешиваю лучше это делать либо ложкой либо лопаткой потому что она очень сильно липнет и и оно вот добавляем муки вы просто будете чувствовать конечный результат теста какой должен получиться и сейчас уже я освобождаю венчик и начинаю потихонечку вымешивать рукой аккуратно тесто как пластилин посмотрите какой красивый цвет у теста на рыжий вот такое тесто и должно быть коржи из этого теста очень долго хранятся даже практически целый месяц можно спокойно напечь такие коржи готовиться к праздникам и потом их заправлять кремом очень вкусно получаются торты и так замешиваем тесто обратите внимание я подпыляю немножко мукой столешницу если я возьму в руки тесто оно будет плыть вот оно такое должно быть оно уже собирается посмотрите лепится великолепно вот уже тесто наше готово и сейчас мы начнем раскатывать коржи тесто еще горячее в целом где-то ушло у меня уже муки 5-6 стаканов вот обратите внимание вам хочу показать сейчас я подпыляю мукой вот сейчас я чувствую тесто обратите внимание как оно течет вот поэтому мы сейчас его до нормальной кондиции доводим чтобы нам удобно было его катать все идеально тесто получилось вот такой консистенции она у нас и должно быть и все наше тесто готово его отправляем в мисочку накрывая пленочкой чтобы она не заветривалась и начинаем катать коржи а сейчас раскатываем первый пласт делаем такой небольшой шарик размером с мандарина и первый пласт обычно немножко сложно бывает раскатывать то что тесто очень мягкое и она тяжело раскатывается ну аккуратненько нужно раскатать а далее уже со вторым пластом будет легче я вам подскажу один очень хороший лайфхак первый корж у нас готов я взяла специальную сеточку она 26 сантиметров диаметром и вот таким фигурным резаком вырезаю красивый пласт духовка у меня уже включена на 180 градусов включен вверх-вниз выпекать будем первый корж где-то 6-7 минут а уже последующие коржи 4-3 минутки понадобится выпекают очень легко и быстро до рыжего такого золотистого состояния перекладываются коржи на противень сухой вот так легко распределяем и чтобы они не вздувались нужно обязательно наколоть вилочкой а сейчас обратите внимание вот про лайфхак который я вам говорила мы берем новые тесто кусочек и то что у нас остатки остались от краешки от первого коржа мы соединяем и катаем шарик у нас идеальное тесто для раскатки меня мама вот так научила и я очень ей благодарна очень хорошо получаются коржи не мучаешься при раскатке и просто одно удовольствие вот посмотрите наш корж готов какой он мягкий нежный и цвет какой у него красивый цвет медовый и все дальше коржи один снимаем 2 отправляем в духовку все происходит очень быстро практически за 10 минут 15 минут все 21 корж мы пропечем и вот сейчас у нас уже 21 корж готовы остался последний корж я уже его не обрезаю его раскатала немножко чуть потолще и выпекаем его и до более темного состояния потому что этот корж у нас пойдет на посыпку а сейчас мы будем варить заварной крем в кастрюлю с утяжеленным дном добавляем 2 яйца 4 грамма ванильного сахара чтобы ароматный крем у нас был а также 200 грамм сахарного песка или один стакан под видео в описании обязательно все опишу стаканах и ложечках все хорошенечко смешиваем аккуратно и также сюда сейчас добавляем пол стакана молока комнатной температуры где-то 100 миллилитров и сейчас отправляем на газ будем варить крем заварной на медленном огне крем постоянно помешивая чтобы он у нас не пригорел это очень важно вот так вот аккуратненько помешиваем до первых булечек как только первые бульки появятся снимаем крем с огня а сейчас будем готовить крем дальше 700 грамм сливочного масла 82 процента жирности разминаем сначала взбиваем в белую пышную пену потом добавляем сюда заварную массу и до однородном состоянии взбиваем миксером вот у нас и получится очень вкусный хороший заварной крем а сейчас каждый корж промазываем хорошенько кремом и устанавливаем корж за коржом формируем торт а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Последний корж, который выпекала, сейчас растираю в крупку и это будет нашей посыпкой. Итак, наш торт готов. Он получился вот такой красивый, классический, рыжий, настоящий медовик. Пахнет изумительно, очень мягкий, нежный. Вот посмотрите, как проваливается нож. И всегда этот момент он завораживает, потому что всегда интересно, какой же он получится внутри. И наш торт получился просто изумительный. Посмотрите, какие красивые коржи. Как все великолепно, однородно пропеклось и как тоненько лег крем. Итак, дорогие друзья, если вам понравилось мое видео, ставьте лайк. Поддержите наш канал лайком. Делитесь моим видео со своими друзьями и близкими. Подписывайтесь, если вы еще не подписались. И жмите на колокольчик справа, чтобы не пропускать новые видео. Делитесь со мной в комментариях, как получается у вас. Итак, дорогие друзья, я вам всем желаю всего самого наилучшего, здоровья. И до новых встреч на канале. Вкусная еда с Хадиджей. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok